Выконание супраць эпидемиологичных мер в громадском транспорте, объектах Гандлю, а также в жильевом фонде Могилева. В ГТПТ они попали под пильную увагу санитарных службов. Перовозчики, продавцы, коммунальники на объектах працы, в которых были выявлены порушения, будут притягнуты до администрационной отказности. У супраць ковидный рейд разом с санитарными службами отправились и наши корреспонденты. Отсутность масок, как у перевозчиков, так и некоторых пассажиров обадают кожные маршрутцы, кожные другие отказывая. Забылся. Маску натягивает и водитель, до речи у Ягона, а ГТКонт свой аргумент. Затруднение для головного мозга, если постоянно находиться в кабине при включенной печке. Поэтому, когда наличие свободных мест впереди, приходится снимать. Водители кажут, что пассажирам про масочный режим нагадывать постоянно про ГТ и информационные материалы. Я сама медработник, защищаю себя и окружающих. А мы примились, и поэтому безопасности есть, я считаю. Потому что все люди носят маски неправильно. То нос открыт, то порта, как бы смысла никакого. За этот год у нас составлено 8 административных штрафов за несоблюдение противопедемического режима, в том числе за масочный режим. То есть водители и транспортные перевозчики, они обязаны обеспечить контроль со своей стороны. Подобный контроль санитарной службы ладить на объектах гандлю и оказание по слуху, боли сроку, наявность антисептиков, мониторах, температуры работников. А так само до тех, кто гребует строгим правилам и обслуговывает покупников без масок. Скажите, пожалуйста, вот вы свое объявление видели сами, которое у вас стоит? А я не посмотрела на покупателя и отпустила. У таких выпадках порушальники несут администрационную отказность, нагадывают санитарные службы. Так само и коммунальники повинны регулярно проводить опрацовку по мешканню. У недобросумленных работников ЖО так само чекает отказность. Очень часто мы слышим такие отговорки со стороны наших ЖО, что мы проводим, дезинфицируем. Соответственно, как бы утром мы пришли по орошению, продезинфицировали, типа какие к нам претензии. Значит, я хочу напомнить всем руководителям коммунальной службы, что дезинфекция – это целый механизм. Перед тем, как продезинфицировать поверхность, должна быть поверхность убрана. Это очень важный момент, и со своей стороны мы будем и применяем все меры на законодательном уровне, потому что административная ответственность достаточно серьезная для субъектов хозяйственных, до 500 базовых величин за нарушение, в том числе и противоковидных мероприятий. Поэтому сейчас наша задача наиболее активно сдерживать распространение и замедлять распространение этой инфекции. Юлия Наштыкова, Миколай Соболев, Новины региона.